Традиционный День Здоровья, который проводится уже пятый год подряд, на этот раз посвящен и еще двум памятным датам. 70-летию победы в Великой Отечественной войне и годовщине начала Олимпийских игр в Сочи 2014. Принять участие в спортивном празднике могли все желающие. Рассказываться сегодня объединил День Здоровья, и погода для лыжных гонок была благоприятной. Организаторы проделали большую работу, подготовив трассу. А количество участников в очередной раз показало, что в нашем городе спорт любят. У нас будет, сегодня у нас будет 4 старта. Это для школьников 6-8 класс, мальчики, девушки, 9-11 класс, юноши, девушки, взрослые населения и ветераны, кому-то 60. Непосредственное отношение к Олимпиаде в Сочи имеет и наш город. Как известно, именно рассказовские мастерицы изготовили шапку-чемпионку. А глава города был факелоносцем, когда Олимпийский огонь проходил по Тамбовщине. Я помню, какое это было событие. Во-первых, я нес огонь олимпийский. И потом болел за всех наших спортсменов. И мы выиграли эту Олимпиаду. И пусть мы там... Да! И мы не должны забывать это никогда. После окончания торжественной части у участников оставалось совсем немного времени, чтобы размяться и затем выйти на старт. Пробежаться на лыжах решила глава города, который поддержал идею ветерана Великой Отечественной войны Александра Бухтиярова, чтобы в праздники принимали участие все желающие. Он предложил, что встречаться надо всем четырем поколениям. Хорошо, конечно. Я сам в форме. Ну, какой-то круг, наверное, три километра сегодня я тоже сам и пробегу. Первый вышел на старт младшая группа. Небольшой завал не помешал участникам справиться с дистанцией и успешно финишировать. А победителем стал Антон Коломников, который занимается лыжами уже шесть лет. И этот вид спорта ему нравится. Денис сегодня темпом. Вот. Как начал, так и закончил. Ну, в лесу кататься, на следующем воздухе. Ну, всегда борьба. Много народа. В это время готовились к старту старшие группы, где борьба обещала быть не менее серьезной. Но девиз «Главное не победа, а участие» еще никто не отменял. И дружелюбная атмосфера праздника говорила о том, что проигравших здесь нет. Все, кто вышли на старт, уже победители, которые выбрали спорт и здоровый образ жизни. Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости. ТВ Рассказыва.